Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то мне будет очень приятно, если вы нажмете на эту красную кнопку и сделаете ее серой. У нас сегодня, как вы уже понимаете, мукбанг. И можно сказать, даже он предновогодний. Но новогодний мукбанг обязательно будет. Итак, что у нас на сегодня? Салат печенкин. Готовили его с мамой впервые. Не знаю, насколько это вкусно. Даже не попробовала в процессе приготовления. Получилась одна вот такая порция. Здесь печень, огурчик соленый. Здесь у нас лазанья. Сколько здесь сыра? Очень горячий. Поэтому, наверное, пока что немножко подождем. Я не люблю, когда еда супер горячая. Здесь у нас символ Нового года мандарины. У меня чисто ассоциация с мандаринами. Это Новый год. Пить мы будем обычную кола классик. Это не кола. Это что-то другое. Жара. И здесь у нас корейская морковка, которую я обожаю. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Хочу сразу вам объяснить один момент. Мне поставили новые зубки. Как вы знаете, я ставлю виниры. Поэтому впереди пока что у меня стоят временные зубы. И мне не очень удобно с ними кушать. Поэтому, возможно, будет не так аппетитно со стороны. Я хотела в этот период чисто отказаться от мукбанков. Но не могу. Я скучаю. Мне хочется снимать мукбанки тоже. Да и влоги без мукбанков, как-то мне кажется, на моем канале не то. То есть у меня обязательно должен быть влог, потом мукбанк, потом опять влог. Поэтому... Какой вкусный салат. Прям тает во рту. Обязательно надо снять рецепт. Мы все думаем, где будем отмечать Новый год. Каждый год мы отмечаем с мамой вдвоем. А в этом году... Хочется как-то весело это сделать. Совсем скоро Новый год. И настает пора, как всегда, глобальных закупок. Купить праздничное угощение на всю вашу семью, плюс еще и на гостей. Занятие, конечно, не из бюджетных. Но я нашла способ сделать это гораздо выгодней. Давайте представим себе ситуацию. Мы идем в магазин за продуктами закупаться. И стоим уже непосредственно около прилавка. И уже ознакомливаемся со всеми скидками, которые представлены в магазине. А вот, например, в приложении Едодел вы можете ознакомиться со всеми скидками заранее. Здесь можно заранее просмотреть максимальные скидки и купить продукты намного выгоднее. Составить список необходимого прямо в приложении. Есть не только большие супермаркеты, которые составляют сеть, а также и небольшие. Например, как пятерочка около вашего дома. Как вы уже поняли, приложение действительно просто находка, отрываю от сердца. Частенько им пользуюсь сама и также всегда рекомендую им пользоваться своему папе. Это реально очень экономит время. Не надо обегать с тысячу магазинов, сравнивать цены, делать выводы, где что дешевле и так далее. А вы, кстати, не забывайте писать в комментариях, каким сервисом для выгодных покупок пользуетесь вы. Обязательно пишите внизу. Плюс еще приложение Едодел абсолютно бесплатное. Подходит как на iOS, так и на Android. Здесь скидки каждый день и плюс еще к кэшбэки. Это единственный агрегатор, который собрал все акционные предложения. Ссылку на приложение я вам обязательно оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, скачивайте и пользуйтесь. Рестораны хотят за новогодний вечер. Немаленькие деньги. Плюс еще в этом праздничном меню, то есть входят те блюда, которые есть в меню. Если ты еще дополнительно закажешь то, что ты хочешь, то это дополнительная плата. Но дело даже не в этом. Дело в том, что мы отмечаем с Нарминой, с ее мужем, там еще компания. В общем, они хотят оторваться, там выпить, танцевать и все остальное. А у меня немножко, знаете, пенсионерный взгляд на все это. Для меня на Новый год самое главное – очень вкусно покушать. То есть все остальное второстепенно. Я не знаю, как там. Меня и раньше не особо привлекали какие-то дискотеки, там. Заведения наподобие клубов. Короче, мы никак не можем определиться, куда мы идем, что мы будем делать. А уже осталось-то совсем ничего до Нового года. Я сегодня должна сходить и купить всем небольшие подарочки. Хоть и символические, но подарки купить надо. Маме, наверное, я подарю деньги. И она уже сама сходит и купит то, что она хочет. Потому что реально маме в этом плане угодить очень сложно. А всем остальным подружкам я уже подобрала, что я куплю. Просто нужно сходить и все это купить. Но я не знаю, почему в этом году как-то, знаете, новогодняя атмосфера не особо чувствуется. Но я слышала, я верю в это. Как встретишь Новый год, так его проведешь. 2024-2023 год я встретила как-то очень скучно. Он прошел действительно тоже очень скучно. Ничего такого интересного не произошло. Ну, полетели в Грузию. Что еще? И, собственно говоря, все. Грузия была моя давняя мечта. Мне там очень понравилось. Прям очень-очень. Кислый какой нар. Гранат. Я в прошлом банке сказала о том, что этот год прошел очень скучно. И мне одна девушка написала в комментариях, говорит, Айка, ты недооцениваешь этот год. В этом году ты купила себе машину. В этом году ты исполняешь свою мечту. Ставишь себе Венеры. Начнем, пожалуй, с того момента, что машина куплена в прошлом году. То есть это 22-й год. Конец 22-го года. Поэтому у вас запомнилось, как будто это 23-е. Все пор горячее. Зубки у меня будут только 20 января. То есть в 24-м году. Поэтому все мимо. Ну и, естественно, ничего плохого не произошло за этот год. Много было всяких моментов. Но просто встретила я этот год реально очень-очень скучно. Начался 2023 год очень пессимистично. У меня было реально ужасное настроение в этот день. Я была очень грустная. Мне кажется, это самый грустный Новый год за всю мою жизнь. Был как раз-таки 2023 год, когда он начинался. Были проблемы, которые мне тогда казались глобальными. А вот сейчас прошло время. Я понимаю, что это настолько ерунда. Настолько фигня. Вообще со временем любая проблема кажется фигней. Просто нужно с холодной головой подходить к каким-то моментам. вкуснотища. Самое главное, наверное, достижение за этот год это то, что я отпустила полностью прошлое. Я начала как бы новую жизнь. Я нашла новых друзей. Я познакомилась с Амирой. У меня появилась какая-то компания. Компания людей, которые мне очень приятны в общении. Я об этом мечтала, кстати, очень давно. Потому что в этом период я реально очень-очень нуждалась в общении. Мне не хватало подружек. Вам покажется это странным? Человеку с такой аудиторией не хватает общения, не хватает подружек. Да. Возможно, вот сейчас ты меня смотришь, и мы бы спокойно с тобой стали бы самыми лучшими подругами. Может быть, мы идеально друг к другу подходим. Но. Я-то не знаю тебя, понимаешь. Я могу нарваться на такого человека, который неадекватен, например. Если вы оцениваете людей чисто по себе, то вы сильно ошибаетесь. Есть очень много, реально немного ненормальных людей. И среди своей аудитории я тоже сталкивалась. Один раз я встретила свою подписчицу недалеко от моего дома. Тогда у меня еще не было машины. И вроде на первый взгляд вполне такая адекватная девчонка. Подошла ко мне, обняла меня. Пообщались. Вроде бы все нормально. Я шла в банк. Но не в тот банк, который находится около моего дома. Мне нужно было в главный филиал. В общем. Мы встретились около моего дома. И мы идем, идем, болтаем, болтаем, болтаем. Точнее, я иду. Она идет рядом со мной. Спрашивает какие-то вопросы, которые ей интересны. Касательно Ютуба и так далее. И потом я уже, я уже ей говорю, мне уже надо сесть в метро и поехать. Мне нужно решить вопросы в банке. Она такая говорит, о, я с тобой поеду. И я ей не могу сказать, что нет. Ну, это как-то некрасиво. Отстань от меня, тоже как-то некрасиво. И, в общем, поехала она вместе со мной в банк. Потом сидели в очереди с ней. И она никак не отставала от меня. Понимаете, в чем суть? И меня это немного начало напрягать в том плане, что мне приятно ее общество. Но мне почему-то начало казаться, что она не вполне здорова. Понимаете? Вот. Мы сидим в банке, я решаю свои вопросы. Она сидит, меня ждет. Извиняюсь, моя хорошая, мне просто пришлось отвлечься. Опять подводит флешкам. Сейчас сниму видео. Пойду покупать новую флешку, потому что так не делала. Посередине видео пишут, что нет доступа к карте. Так вот. Подписчица прошлась со мной до моего дома. А потом говорит. Айка, может пригласишь к себе, попьем чай, посмотрим какой-то фильм. А я-то человек, не знаю. Может быть, она хорошая девочка, просто я ей настолько нравлюсь. Она моя подписчица, не знаю. Мне интересно со мной общаться. Ну, а может быть, у нее есть какие-то проблемы, понимаете? Потом она мне говорит. Я ей объяснила, что сегодня, говорю, у меня не получается. У меня забавно, много делаю, все дела. Она мне говорит, в таком случае, может, дашь мне свой номер. Мы с тобой как-то в другой день увидимся, куда-то сходим. Опять же. Я не утверждаю, что с ней что-то не так. Просто люди разные бывают. Так что, казалось бы, найти друзей-блогеру реально очень легко. Просто подружился с кем-нибудь, и все готово. Но мне кажется, самая искренняя, самая лучшая дружба, это дружба, которая идет с детства. Вот мой друг детства. Сколько лет мы уже дружим? Всю мою сознательную жизнь. Кстати, он скоро женится. Этим летом, дай бог, у него будет свадьба. Я возьму вас с собой. И вы увидите, какая бывает свадьба в деревне. Мы, наверное, поедем забирать невесту. Я буду тоже участвовать в кортеже. Я думаю, будет очень интересно. Я, знаете, думаю, надо уже изначально с его невестой налаживать хорошее отношение. Надо что-то подарить как-то, чтобы она тоже не ревновала. Мне была против нашего общения. Поэтому я в шутку такая говорю. Надо к ней, говорю, подхалимничать. Потому что... Мы очень тесно общаемся. Много лет. И, возможно, в ее голове возникнут какие-то вопросы. Я хочу, чтобы... Наша дружба продлилась очень долго. Поэтому я думаю, что мы и семьями будем дружить. У меня появится муж. У него там уже появляется жена. Честно, я безумно за него рада. Потому что он очень капризный человек. И у него нет такого понятия. Уже время. Все женятся. Поэтому мне тоже надо на ком-то жениться. Он реально хотел найти любовь человека, который его устраивает на все 100%. Нашел. Короче, лето. Дай бог, если ничего не отменится. Если все будет шикарно, я беру обязательно вас с собой. И мы обязательно едем в деревню на свадьбу моего друга детства, с которым мы уже сколько лет? Лет 20, наверное, дружим. Покажу вам обязательно невесту. Покажу вам свадьбу. В тот момент у меня уже будут готовы зубы. Так что вот такие вот дела, такие новости. Я, честно, безгранично просто рада за него, когда я услышала эту новость. Причем я услышала не от него. О, я услышала от соседки его. Я ему звоню. Я говорю, почему я узнаю от соседки? Почему ты мне не говоришь про такую классную новость? Он сказал, что еще непонятно. Мы только начали общаться туда-сюда. Но, слава богу, все там складывается позитивно. Вам тоже, мои хорошие. Я желаю безограничной любви, исполнения всех ваших самых заветных желаний. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Айка. Пока.